Привет, с вами Sky, и мы продолжаем наши прогулки по долинам бизнес-авиации. Посмотрев на турбовинтовые машинки, мы наконец добираемся до полноценных бизнес-джетов, и нашим сегодняшним героем будет один из начинателей этой породы. G1159 Gulfstream II. Реактивный наследник дедушки Gulfstream I, разработанный фирмой Grumman в 1960-х, производящийся ею, потом Grumman American, а потом, наконец, Gulfstream American. Это тоже тот еще бразильский сериал. Давайте его посмотрим. Первое детище фирмы Grumman, турбовинтовой самолет Gulfstream I, был прекрасен. Он имел довольно приличную дальность полета и мог работать с широким спектром аэродромов, в отличие от бизнес-джетов, у которых с пунктами назначения было туговато. Сеть качественных аэродромов была слаборазвита, а джеты были весьма требовательны. И, конечно, главным достоинством Gulfstream'а был его салон. Большой, широкий, вместительный. Настоящий кайф в сравнении с тесными салонами маленьких реактивных машин, в которых даже встать толком было нельзя. Но были у этого чуда и недостатки, исходящие в основном из главного источника его достоинств – турбовинтовой силовой установки. Да, салон был просторным и комфортным, но эти проклятые винты возле фюзеляжа такие шумные, аж бесит. Самолет же вип-класса. Да и скорость 560 км в час какая-то совсем скромная. Двигатели, конечно, экономичные, но время-то тоже деньги. Надежность турбовинта высокая, но... Да ладно, на дворе 60-е, ревущие бочки уже тоже очень даже неплохи. Такие самолетики, как Локер Джет Стар, Дассо Фалкон 20 или Хокер Айчэс 125 уступали гольфстриму по вместимости и дальности, но задавали определенный тренд, который игнорировать было нельзя. А еще у руководства Грумман продолжала теплиться давняя мечта – небольшой корпоративный самолет, летающий через Атлантику. Итогом всех размышлений был простой вывод. Нужно сделать реактивный самолет, который при всех своих плюсах умудрится еще и сохранить достоинство Гольфстрим 1. Задачка далеко не такая простая, как кажется. Одни показатели почти противоречили другим. Главной проблемой была, понятное дело, силовая установка. Однако, своя правду у требовательных заказчиков была – реактивные двигатели уже дозрели. Программа, получившая название G1159, перестала казаться слишком сложной после рождения Rolls-Royce Spey. Эти двухконтурные турбореактивные двигатели считались апогеем технологического развития отрасли, были достаточно экономичными, надежными и мощными. С течением времени они нашли место в гондолах многих гражданских машин, таких как BAC-111 и Fokker F-28. А его специальные варианты ставились и на разных военных самолетах, например, на британских вариантах F-4 Phantom 2. И, например, двигатель Cyan WS-9 от многоцелевого GH-7 фактически является копией Spey. В случае же с проектом Grumman он, помимо всех преимуществ, имел и тягу около 50 кН, чего было достаточно для их перспективного и весьма немаленького бизнес-джета. Это был шанс. В мае 1965 года фирма анонсировала проект Golf Stream 2. И тут приключения продолжились. Двигатели, положим, есть, но задачи на этом не закончились. Нужно было взять фюзеляж габаритов и вместимости близкой к Golf Stream 1 и разогнать его до скорости 0.85 маха, больше 900 км в час. Кроме того, одним из преимуществ первого самолета была неприхотливость на аэродромах, а значит, новый самолет, значительно нарастивший максимальную скорость, должен был сохранить малую взлетно-посадочную. По общей конструкции инженеры решили революции не совершать. Самолет получил пару двигателей в хвостовой части фюзеляжа, Т-образное оперение и стреловидное низкорасположенное крыло. Плюс-минус классический бизнес-джет. Однако требования к малой посадочной скорости повлияли на его аэродинамические профили, в первую очередь на крыло. Оно здоровенное, имеет площадь около 75 квадратных метров, а стреловидность его немного снижена в сравнении с аналогами. Но этого было недостаточно. Для достижения нужного параметра пришлось еще и прилично поколдовать с механизацией. Большая часть алиментов получила классическую конструкцию, но для увеличения подъемной силы на малых скоростях самолет получил здоровенные закрылки фаулера. Это один из вариантов закрылков, на тот момент уже не сказать, чтобы новых, но имеющий плюс в наших условиях. При выпуске он выдвигается из крыла, создавая прирост подъемной силы не только за счет кривизны профиля, но и за счет увеличения и так немаленькой площади крыла. Это решение и ряд других помельче дали довольно низкие взлетно-посадочные скорости самолету, который особенной легкостью не отличался. Его максимальная взлетная масса почти дотянулась до 30 тонн, то есть Гольфстрим 2 был почти в два раза тяжелее Гольфстрима 1. Во многом нужных показателей удалось достичь благодаря большому опыту Грумман в борьбе за взлеты и посадки в сложных условиях. Напомню, ребята были крупнейшими поставщиками техники для морской авиации и в теме шарили. Авианосец не самое простое место для пилотирования. Мало того, некоторые решения по крылу на Гольфстрим 2 перекочевали с крыла палубного штурмовика А6 Интрудер, на первый взгляд совершенно иной машины. Другой задачей стал недостаток самолетов такой конструкции, ставшей серьезной проблемой того времени. При такой схеме расположения элементов при больших углах атаки возникают ситуации, когда двигатели и хвостовое оперение могут попасть в аэродинамическую тень крыла. Самолет может резко потерять тягу и управление, а это глубокое сваливание с возможным последующим штопором. А это очень, очень плохо. В 1960-х с этой проблемой столкнулись многие производители самолетов, и она даже становилась причиной авиакатастроф. Учитывая размеры крыла Гольфстрим 2, у конструкторов Грумман были все причины для беспокойства, а проблему надо было решать. Для минимизации риска двигатели приподняли и выдвинули немного вперед, а Т-образное оперение получило довольно крупный стабилизатор. Это позволило свести к минимуму риск сваливания. В качестве же перестраховки, на случай, если экипаж по ошибке начнет загонять самолет в опасные режимы, кабина получила систему предупреждения и вибросигналы в штурвалах. Задача была выполнена, за весь период эксплуатации катастроф по причине сваливания и штопоров не было. Результат работы инженеров проявил себя уже в 1966 году. 2 октября прототип G-1159, собранный на привычной площадке в Бэтпейдже, Нью-Йорк, совершил первый испытательный полет. В программе сертификации принимали участие четыре борта, и заветные документы они получили год спустя, в октябре 1967. Причем Гольфстрим 2 получил довольно расширенный сертификат, позволяющий ему действовать в роли обычного коммерческого авиалайнера. Правда, при вместимости до 19 пассажиров он, конечно, был бы очень неэкономичным авиалайнером. Возможно, Грумман подумывали сделать его коммерческую модификацию позже. Спойлер не сделали. Схема производства Гольфстримов осталась прежней. Грумман собирали зеленые самолеты с двигателями и авионикой, а кастомизацией, покраской и установкой салонов занимались дилеры по требованиям заказчиков. Правда, схема эта претерпела изменения на первой ступеньке этой лестницы. Дело в том, что в конце 60-х в разгаре была лунная программа Аполлон, и Грумман, как одни из важнейших ее участников, занимались разработкой и сборкой лунных модулей. Кроме того, фирма расширяла линейку военных самолетов и готовилась начать выпуск истребителей F-14 Tomcat. Все это требовало серьезных производственных мощностей, и площадка в Нью-Йорке оказывалась перегружена. Гражданский бизнес было решено вывести в другое место. В городе Саванна в штате Джорджия был построен новый завод, куда и перенесли серийное производство бизнес-джетов. Первый самолет покинул этот завод уже в конце 67-го года, а площадка в Бэтпейджи выпустила в общей сложности 40 машин и свернула работы. Бизнес-джет и Гольфстрим 2 оказались весьма удачными. Они вмещали до 19 пассажиров, а в VIP-компоновке на десяток человек оказывались суперкомфортными, превосходя конкурентов. Максимальная скорость полетов достигла 936 км в час. Хотя такая скорость редко отмечалась, самолет держался на базовой крейсерской около 770-780. Большие размеры крыла себя оправдали. Несмотря на приличные габариты и массу, самолет был вполне неприхотлив к аэродромам, а большая подъемная сила крыла сделала его высотником. Практический потолок Гольфстрим 2 достиг отметки в 13700 метров. Весьма немало. Еще одним плюсом была топливная емкость. Вкупе с отличными двигателями она позволила исполнить мечту Грумман. При дальности до 6600 км самолет стал первым бизнес-джетом, имеющим возможность выполнять полеты из США в Европу. Гольфстрим теперь мог летать над Гольфстримом. В процессе производства самолет постоянно модернизировался. Он получил вариант с установленными на законцовках крылотопливными баками, а также ряд улучшений силовой установки, снизивших уровень шума. В 70-х этот вопрос уже стал серьезным и решался внесением регуляторных ограничений. Был даже создан военный вариант VIP-транспорт VC-11A, но силовики брать самолет не рвались. Эпичных поставок не случилось, в отличие от частных клиентов, который самолет оценили. В 1973 году после реорганизации Грумман поглотили фирму American Aviation и выделили свой гражданский авиационный бизнес в созданное с ней дочернее предприятие – Грумман American Aviation. Спустя пять лет в 1978-м они продали большую ее часть American Jet Industries бизнесмена Аллена Полсона, который в конце концов сформировал компанию Гольфстрим Американ. К тому времени история доминирования первого реактивного Гольфстрима заканчивалась. Требования к таким самолетам становились все выше, и ответом на них стала разработка наследника – бизнес-джета Гольфстрим-3. Двоечка же, продолжая долгое время эксплуатироваться, модернизировалась, получив ряд новаций троечки, таких как элементы бортовых систем и винглеты. Производство самолетов продолжалось с 1967 по 1980 год. Всего было собрано 256 самолетов Гольфстрим-2, которые активно эксплуатировались в частных и государственных структурах США, а также ряда стран Африки и Южной Америки. Одним из операторов было агентство NASA, и их самолеты были самыми любопытными. Они были переделаны в летные тренажеры и имитировали атмосферные полеты челноков Space Shuttle. Для приближения к характеристикам шаттлов бизнес-джеты подверглись модификации, самой яркой из которых была измененная кабина пилотов. Правая сторона – классическая Гольфстримовская, а слева – полная переделка, аналогичная кабине шаттла. Первые машины были переданы агентству в середине 70-х, еще до начала полетов челноков, и тренировали экипажи фактически до завершения программы Space Shuttle в 2011 году. Гольфстрим-2 продолжали эксплуатироваться в течение долгого времени и летают до сих пор, хотя ужесточающиеся требования регуляторов сильно ограничивают их возможности. Особенно подрезают крылья ограничения по шуму. В 21 веке двигатели Space уже не тянут на звание самых продвинутых. Звание это принадлежит уже другим лидерам, о которых мы поговорим в следующих сюжетах. А пока ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Быстрых вам полетов и мягких посадок! Субтитры сделал DimaTorzok